всем привет продолжаем изучать наши серверные штуки для построения клиент серверных приложений до текущего момента мы смотрели веб-сервер и сервер базы данных я может не акцентировал свое внимание особо на этом но и веб-сервер и сервер базы данных использовали стек протоколов TCP IP но также существуют и другие типы протоколов которые мы можем использовать так на транспортном уровне сетей существует еще один популярный протокол называется он UDP и согласно данной диаграмме мы можем на уровне приложения увидеть что данные протоколы имеют разную сферу применения давайте немного проинспектируем если мы заглянем в устройство пакета который посылается по сети через протокол TCP и через протокол UDP то мы увидим что пакет TCP содержит гораздо больше информации чем UDP то есть здесь конечно же есть одинаковая информация источник то есть источник порта и получатель и данные но очень большая часть различается собственно вот за счет вот этой части вот за счет протокол TCP он работает надежно то есть когда вы отправляете сообщение по сети то вам гарантируется доставка когда мы отправляем сообщение по сети через протокол UDP то нам доставку никто не гарантирует отсюда следует что этим мы должны будем позаботиться самостоятельно прямо на уровне нашего приложения то есть прямо в нашем коде мы должны будем в этот момент пофиксить если мы собираемся использовать протокол UDP если мы используем протокол TCP то сам протокол эту проблему за нас решил надежности что сообщение будет доставлено и будет доставлено в правильном порядке то есть что я имею в правильном порядке когда посылается очень большой файл то происходит разбиение файлы на части но некоторые части могут прийти раньше то есть никто вам не гарантирует что порядок будет одинаковый так как маршруты могут быть каждого пакета очень сильно различаться и по идее даже вот эту проблему если мы будем использовать UDP также нужно будет фиксить руками на уровне приложения но UDP в целом не используют для больших для больших файлов потому что потерь достаточно много происходит TCP то есть он надежен и он можно еще сказать что когда мы делаем запрос через протокол TCP то в отличие от UDP он сперва пытается установить соединение это одна из причин помимо того что сама информация становится больше почему у нас еще сам пакет транспортируется дольше я пытался найти разницу во времени насколько быстро передается пакет используя TCP и насколько UDP нашел достаточно интересный отчет ссылку я вам на него оставлю и согласно нему я в принципе сильно не смотрел я только графика смотрел но смотрите когда мы используем локальную сеть локальную сеть то есть наша маленькая небольшая локальная сеть то UDP никакого преимущества не имеет даже на очень маленьких пакетах нет никакого преимущества поэтому если вы разрабатываете для локальных то есть ваше приложение то используйте TCP поскольку он предоставляет дополнительные преимущества в виде надежности но если мы собираемся уже использовать здесь кстати вот если ваша сеть беспроводная то уже есть смысл задуматься над UDP ну ладно тут самое большое преимущество начнется когда мы придем к реально большим сетям к ванам ван вот большим сетям и собственно вот здесь скорость очень заметна скорость очень заметна ну судя по этому отчету лично я его не проверял своими руками то есть когда у нас реально большие сети не локальные то а интернет это у нас большая сеть как раз вот этот случай то UDP выгодно использовать первый момент второй момент второй момент вот если мы вернемся к содержанию пакета вот это вот все вот это вот все позволяет позволяет осуществить надежную отправку по TCP а UDP здесь видите минимум информации и когда мы посылаем сообщение по UDP иногда часть пакетов теряется если вернемся сюда вот UDP пакет лосс персиш он банах и что мы видим чем больше пакет тем чем больше пакет тем больше потерь это значит что мы должны то есть это нас подвигает к мыслях что UDP мы должны использовать посылая очень маленькие пакеты я пытался найти ответ на этот вопрос нашел интересный ну сравнительно интересный вот страничку ответа и здесь подчеркну следующие вещи во-первых максимум у UDP пакет сайт то есть максимальное все сообщение как минимум 2.16 это 65 тысяч килобайт и вроде как много книжку можно отправить но проблема в том что мы же собираемся использовать большие сети а большие сети они накладывают еще ряд ограничений здесь так вводится такое понятие как МТУ максимум трансмиссион юнит а вот максимум трансмиссион юнит так вот ваш пакет он еще разобьется на мелкие части то есть мы используем айзернет то есть разбьется еще вот на части то есть если мы хотим реально чтобы наше сообщение посылалось в один заход то мы должны его ограничить тысяча пятьсот байтс чтобы весь вот все наше сообщение со всеми заголовками было тысяча пятьсот поэтому реально мы ну где-то будем посылать еще меньше байтах теперь вспоминаем хочу показать что такое будет примерно смотрите вот у нас строки строки да строки это массив чар чар это два байта ну и вот здесь вот по семьсот тридцать шесть символов но английские цифры они английские буквы еще занимают один байт так что чуть менее ну ладно полтора вот таких вот текста можно отправить за раз но как правило посылает все равно меньший формат но все равно информации по моему достаточно много можно передать за раз а учитывая скорость а учитывая скорость то можно будет очень очень много передавать информацию повторным повторным даже если первый раз когда мы отправили не прошел то есть мы на уровне приложения сделаем примерно следующее сделаем первый запрос и будем ждать ответа если ответов по истечении какого-то времени не пришло то мы считаем что пакет был утерян и делаем второй запрос третий четвертый пятый и так далее сколько мы сочтем нужным ну и там после какого-нибудь условия можно после какой-то итерации можно поставить условия либо больше не пытаться послать данный запрос либо уснуть на какое-то продолжительное время либо отправить какой-нибудь отчет ну что нужно сервер восстановить как-то так так что у нас получается есть скорость но скорость для маленьких пакетов кому интересно кому интересно кто хочет глубже кто хочет глубже в этом разобраться то посидите почитайте интернет протокол на котором у нас сидят транспортные то есть вот это сетевой уровень и на котором сидит транспортный уровень который по большому счету представлен главным образом двумя протоколами TCP и UDP и вот прочитайте про них подробнее их недостатки то каким образом они формируются отсылаются для нас самое главное понять что UDP быстрее в больших сетях то есть не в локальных больших сетях но он ненадежнее соответственно нам нужно и он не исправляет ошибки соответственно нам нужно будет на уровне приложения этой ошибки исправить и третья вещь что поскольку у него ошибки возникают достаточно много и чем крупнее приложение чем больше информации мы посылаем тем больше тем больше потерь мы посылаем только маленькие пакеты и еще одна вещь которую я подчеркнул как разница о TCP что TCP это скажем так connected oriented корректно connected connection oriented то есть он настроен на соединение вот веб-сокеты вот если вы писали какой-нибудь чат например ну ладно если вы писали какой-нибудь чат то вы использовали веб-сокеты а вот сами веб-сокеты они построены поверх протокола TCP именно вот TCP а вот OTP он connection то есть никакого соединения то есть здесь идеально идеально для режима запрос-ответ то есть как работает HTTP по большому счету режим запрос-ответ ну и собственно вот мы и находим отображение что OTP для DNS для DNS хорошо но не только для DNS вы на самом деле можете попробовать для своего приложения во многих случаях может быть есть смысл проблема в том что все 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 приложения сетевые они страдают от задержки сети и если вы можете их уменьшить то это надо делать все основные тормоза именно из-за сети поэтому ну вот это уже мое сугубо личное мнение что не так важно насколько ваш конкретный код хорошо написан с точки зрения эффективности то есть сама машина выполняет ваш какой-нибудь код приложения медленно это не так важно в сравнении с теми задержками которыми даст вам сеть пока у нас пакеты не приходят моментально данные пока не приходят моментально данные то нет особо париться за супер идеальным кодом на уровне приложения они все равно незначительны по сравнению с теми задержками которые возникают из-за сети хотя это не отмечает что код нужно все равно писать хороший ладно вы можете с этим не соглашаться но у меня вот такая такое мнение хорошо сейчас я еще посмотрю ну вот здесь иллюстрация еще как происходит соединение по tcp то есть сперва вообще происходит запрос на соединение а только затем происходят сами отправки сообщений так сейчас взгляну все ли я сказал да вроде как я все сказал давайте напишем код я как и в прошлый раз базовый код подготовил чтобы видео не растягивать на полтора два часа итак давайте начнем с сервера сервис я не буду пихать все в мейн класс сделаем немного по-взрослому и вынесем в отдельные классы сделаю сделаю я их как раннабл то есть мы будем в отдельном потоке сервер и клиента поднимем на той машине в одном приложении итак первое что я хотел бы сказать это нам нужно поскольку мы уже поняли что мы работаем с небольшими пайтами когда мы будем проектировать вот это вот клиент серверную часть то очень часто используют вот такой финт как max пакет сайт то есть прямо вручную мы вот так вот выбиваем то есть на что наше приложение настроено поскольку мы уже выяснили что у нас есть максимум трансмиссион юнит который нас ограничивает полторы тысячи поэтому я предлагаю еще раз жать до 512 и использовать данный 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 размер для коммуникации то есть все наши данные должны быть влезать в этот размер хорошо дальше дальше мы как и когда мы писали приложение на используя протокол TCP но там мы использовали сервер сокет здесь мы используем другой класс называется он DataGraphSocket и как у сервера сокета мы здесь создадим сервер просто занимая какой-то порт просто занимая какой-то порт простой конструктор так это у нас Medatran сейчас мы его запомнили и еще я реализовал MedatShotDown чтобы закрыть чтобы закрыть чтобы закрыть хорошо дальше поехали теперь давайте реализуем Medatran Medatran поскольку я хочу чтобы сервер у меня работал долго я кстати еще на сервер не буду вводить многопоточность сделаю в однопоточном режиме здесь просто пришлось бы вот эту часть кода на самом деле запускать как-нибудь отдельно то есть ну воркера воркер дополнительные вводить надо было бы разбить в общем ладно в принципе это не будет сложно захотите сделать я сделаю на сервер в однопоточном режиме чтобы просто особо не мучиться значит так поехали здесь коммуникация происходит немножечко по-другому здесь нам нужно сперва построить датаграм пакеты то есть те данные которые мы собираемся передать нам нужно их сперва обвернуть в датаграм пакет есть специальный класс даже датаграм пакет поскольку я сперва хочу сперва получать пакеты сообщения пакет from client ну датаграм пакет использую мой буфер и здесь еще передаду длину то есть фактически это сколько я вообще могу принять информации socket receive packet client метод блокируется пока тотограм из received метод блокируется пока из received и если сообщение прошедшее нам больше чем packet ленд то сообщение будет обрезано так что мы должны проектировать обе части сами или спрашивать у тех кто другую часть проектирует какой там лимит хорошо то есть вот это blocking который то есть с и с и с так очень Хорошо. Когда мы пайты получим, мы хотим что-то ответить. Я предлагаю отвечать в виде следующего простого сообщения «Got your message». Все время. Теперь нам также нужно создать DataGram пакет, но на сей раз он предназначен для отправки. «Packet to client new DataGram packet». Здесь мы берем наш response, передаем длину. И здесь мы еще должны передать, кому мы хотим отдать. Вот в нашем сообщении в итоге будет записан адрес и порт. То есть, когда мы получим, там заполнятся соответствующие поля. Ну, давайте теперь отправим клиенту сообщение. Ну, давайте, раз я логер здесь не подключил, на сей раз делаю такой message from client new string. И здесь я беру packet from client get data. Обрабатывать ошибки я здесь не намерен, просто он try-catch завернул в общий и все. Значит, это наш сервер. Это наш сервер. Это наш сервер. То есть, здесь немножечко отправка и принятие сообщений, как мы видим, немножечко по-другому происходит, чем от сокета. Нам нужно сформировать некоторые пакеты. Receive пакеты, как обычно, можно сказать, простым достаточно способом. Но тот пакет, который мы хотим отправить, мы должны задать адрес и порт. Адрес и порт самостоятельно. В отличие от... То есть, явно указывать их. В отличие от сокетов. Обычных сокетов. Обычные сокеты это... TCP сокеты. Там output и input стримы. Мы просто в них записываем, а они уже самостоятельно сами все распределяют. Так, теперь давайте реализуем клиента. Клиент следующий. Снова я его делаю runnable. Runnable, runnable, runnable. Беру сокет для соединения, для отправки. Адрес, порт, то есть кому. И ввожу еще блокирующую очередь, в которую я буду складывать сообщения. То есть, реализуем паттерн consumer producer ну, вот эта очередь прикольная тема, что там автоматически реализуется для нас такой паттерн, как... Ну, вот этот producer consumer, то есть поток засыпает, то есть он приходит в режим wait, то есть мы не реализуем сами this wait, this notify, то есть мы не реализуем вот эту коммуникацию вручную. Здесь это происходит на автоматическом уровне, то есть когда очередь пустая, поток, при попытке взять, заснет. Ну, давайте посмотрим, это Яна. Здесь вот метод take есть. Метод take. Если вот мы посмотрим, присмотримся на, 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 на реализацию, то увидим вот non-empty, not-empty await, signal, unlock it. То есть здесь уже, в принципе, без особого погружения можно догадаться, ой, что происходит засыпанием. По сути дела. То есть поток переходит в режим ожидания, пока в очередь кто-то наполнит новыми элементами. Так, здесь с этой, со стороны клиента мы также должны ограничить. Давайте я сделаю одинаково, 512. Как на сервере. И будет еще понять, еще один такой массив, timeouts. Смотрите, мы уже знаем, да, что когда мы перемещаем данные по сети через протокол UDP, часть пакетов иногда будет теряться. Если она теряется, мы должны, и причем сам протокол эту проблему не фиксит. Тогда мы эту проблему пофиксить должны на уровне приложения. И я решил вот таким вот простым способом задать просто 5 интервалов, через которые мы будем повторно посылать сообщения. Дальше конструктор. Так, дальше конструктор мне нужен. Я смотрю, и я сокет-то не до конца. Это, значит, this socket new datagram socket. Так, ну давайте реализуем метод run. Метод run. Я его так же зациклю. Но в этот цикл я буду... Создам еще один поток, который у меня будет пополнять вот эту очередь. Но для начала мы достанем данные из этой очереди. WriteMessageUtake Опять формируем дата пакеты. Packet to server New data Пакет Берем месседж Указываем длину Здесь мы берем Куда Мы хотим отправить Так, Так, это наш datagram пакет, который мы хотим отправлять. Теперь нам нужно сделать попытки отправки. Значит, берем наши тайм-ауты. Наши тайм-ауты. Так, сокет Set тайм-аут Первая попытка. То есть, то, сколько мы готовы ждать. Значит, тайм-аут I И Пытаемся отправить наш Пакет, предназначенный для сервера. Так, теперь нам нужно подготовить пакет, который мы будем использовать для получения, то есть datagram пакета. Можно даже подготовить... То есть, я вот этот Max Package Sites использую, когда пушу сообщения, чтобы оно было как-то ограничено. А входящий пакет, например, мы можем инспектировать на длину. Received Bofer Size Здесь у сокета Get Received Bofer Size Есть такой интересный метод. Так, теперь мы можем... ... ... ... ... ... ... ... давайте не будем ее пользоваться я пока не совсем понял что это значит взять value of что это такая вещь ладно поскольку я знаю я формирую и клиенты и сервера я знаю что у меня потоки будет вернее сообщение будет максимальной длины 512 поэтому так response нюбайт и макс пакет сайс надо было в буфер тоже вернуть давайте сюда я передам max.byte.buffer.new.byte.max.tags Ладно, теперь формируем data.gram.packet, data.gram.packet.tags Это у нас packet from server То есть это наш ответ и здесь new, data.gram.packet tags.buffer.buffer.land.socket.service.resift и packet from server Дальше сделаем вывод полученного сообщения new string и здесь берем packet from server get data и break то есть вот эти операции они блокирующие но поскольку мы установили здесь setTimeout то есть мы здесь в итоге выскочит ошибка и о exception то есть если как это называется там если timeout выскочил то будет ошибка и тогда мне вот здесь лучше в try еще внутренний завернуть правильнее было бы здесь то есть не в общий try так то есть что вот этот блок продолжал вот этот афор продолжал работать то есть если вот здесь вот мы установили тайм-аут тайм-аут у нас закончился для для нашего ожидания здесь выскакивает ошибка мы ее уловим и делаем второй запрос согласно списку интервалов и так далее и так далее но здесь можно даже написать что-то типа файл ну ладно пусть будет файл и too long waiting слишком долгое ожидание да ну вроде как все можно даже запускать и смотреть можно даже запускать и смотреть ага кстати многие из вас наверное заметили что я создал приложение не абы какое а приложение fx поэтому а ну вот тут я еще хотел что буквы русские они занимают больше байтов чем буквы английские так ну это просто имейте ввиду так это мне не нужен ну давайте очень простой вариант консольного приложение приложение напишем так так а не консольного а как это называется так окошки learning удп а премь стейч так смотреть так что просто хочу попробовать сделать из того что я понял идеи здесь следующее вот есть photoshop да если вы работали с photoshop и там вы когда рисуете что-либо то вы рисуете слоями и здесь присутствуют та же самая идея то есть есть какой-то базовый слой условно вот primary stage и на него нанизываются другие слои на которые вы размещаете те элементы которые вы хотите разместить там кнопка текст подпись слоев может быть несколько это первая важная такая составляющая вторая важная составляющая из того что я пока понял это активно используется паттерн subscriber подписчик паблишер subscriber то есть активно используются эти observer то есть мы постоянно вешаем события на как у различного рода ивенты то есть на как их называются на 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 так вылетела на кнопки то есть мы вот если вы работали с этим жава скриптом вот там различные от ивент лисераны и здесь в принципе та же самая идея достаточно простой фреймворк и 10 ну у меня пока вот такое впечатление сложилось нужно просто будет нарабатывать опыт на нарабатывать чувство вкуса то есть как делать программы удобными красивыми чтобы им было приятно пользоваться мы пока сделаем все неудобно и все некрасиво так я здесь пока создам так это я установил размеры это размеры окна размеры окна чтобы не мучиться с разметкой я буду использовать flame paint то есть это потоковая слой на которой мы разместим наши кнопки чтобы не мучиться с расположением чтобы не указывать точь так теперь создадим кнопку к слову я еще вот и когда вот это приложение вернее шаблон этого приложения создавал я создавал используя java 8 он что в джаве 11 короче я слишком тупой чтобы создать чтобы подключить наши библиотеки в java 11 они со своими модулями выключили различные библиотеки чтобы их подключать нужно 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 разобраться так это наша кнопка как на котором мы будем нажимать не у нас короче сервис клиента будут подниматься так теперь я еще заведу текст филд текст филд на котором я буду отображать что я буду отображать а здесь я буду вводить сообщение для 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 так не у меня сервис о нет я в клиента уже буду да вот для этой очереди значит так давайте в текст филд я сетпромт сетпромт это типа placeholder у джаваскрипта верни не жаваскрипта а в html here you can write message for сервер так теперь давайте создам объекты так теперь давайте создам объекты simple client у него simple client так здесь мне нужно передать localhost и порт порт сервер сервер у него simple сервер utp здесь мне нужно передать только порт так еще он опять не х а я еще здесь максимум должен передавать max package size так только мне не нравится вот так вот давайте я удалю так окей вроде теперь мне нужно на кнопке повесить event и и создам я еще одну кнопку которая мне нужна которая будет считывать с текст филда информацию давайте сделаем это такс button здесь set on action запускаю потоки потоки запускаю наши серверы значит simple simple о не simple а у меня сервер там я сократил именно start так сейчас я запускаю засну на небольшое время чтобы чтобы сервер вообще успел запуститься давайте я даже на секунду засну чтобы сервер успел запуститься так теперь дальше поехали теперь запускаем нашего клиента client start и чтобы не запускать все это множество раз множество раз я вот эту кнопку удалю с экрана такс но сперва я ее добавлю flow plane get flow plane get не понял не понял не понял не понял flow plane а почему нет метода вот я запущу сейчас я хочу кнопку удалить Ладно. Pain. А вот, а я что тогда вызывал? Ладно. Get Children. И здесь я добавлю кнопку. Так, я его здесь вот добавлю. Теперь я возьму опять этот FlowPaint и Get Children и Remove Button. Чтобы кнопки у меня запуска не было повторно. То есть, один раз я запущу и всё. Один раз запущу и всё. Так, теперь мне нужна вторая кнопка. Значит, так, вторая кнопка. Pain. Pain, pain, pain. Значит, Button. SendMessage NewButton Сразу название сюда. SendMessage Так, так, так. Так, так. Так, так. SendMessage Так, так. SendMessage мне нужно добавить. Мне нужно добавить и мне нужно добавить SendMessage от All. И последнее, что сделаем, это на кнопку вот эту SendMessage Снова повесим Событие 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 Control пробел, если что. Вот это то, что я сейчас сделал. Так. Значит, так. StringMessage то есть я хочу вытянуть данные из TextFill TextFill Get Text Text Теперь у меня есть Client в котором я могу запушить сообщение. И еще TextFill Clear То есть я очищу поле Я очищу поле, поле, поле И последнее, мне нужно мне нужно мне нужно создать сцену значит беру Primary Primary Stage Set Scene то есть слой в котором я размещу вот этот вот Пейн Вроде все все готово даже вроде как все правильно все из Java FX никакого свинга просто когда вы подключаете кнопки например можно не ту кнопку ну давайте я запущу давайте я запущу уже почти целый час а кода 0 ой запусков 0 запусков 0 надеюсь все удачно и так вот наше супер приложение окошечное приложение не ну самое главное вот лично для меня что размер надпись кнопки давайте сервер стартовал клиент стартовал кнопка исчезла и теперь мы можем писать сообщение допустим отправим сообщение welcome welcome to the jungle отлично поле обновилось здесь ммм сообщение отправилось а вот мне message from client сервер даже чуть позже отпечатался чем got your message но прикольно да прикольно да прикольно нет не прикольно а давайте еще что-нибудь отправлю good work good work good work ну надо было еще кнопку закрыть ну ланенько закроем вот так вот все на этом я предлагаю закончить как раз к часу подошли то есть сделали пародию на консоль ой на окошечное уже приложение java.fx подключили повторюсь некоторые моменты здесь вот нам я поскольку создал вот на основе шаблонов то есть file new project и и java.fx выбрал и java.fx java.fx я подключал java.fx java.fx и мне выкинул сразу шаблонный коль здесь вот получается что main extendится от аппликейшена а класс метод main он запускает launch launch arts метод start который основной и базовый значит у нас есть вот этот класс extension он нам предоставляет сразу а нет вот у нас метод start который принимает primary stage от которого мы пляжем то есть вот эта вот консолька то есть вот мы создаем некоторые параметры описания даем вот для унику дп и на него мы как вот в фотошопе когда мы рисуем рисуем несколько слоев и здесь мы тоже самое делаем вот добавляем сцену flow paint flow paint это ну вот как работает html размещать свои элементы потоково очень похоже здесь flow plane то есть я не создавал жесткую позицию просто ради удобства потом на этот flow plane мы разместили две кнопки и текстовое поле чтобы добавить экшен на кнопки используем set on action и просто пишем наш обычный код все на этом все серверы я уже пожалуй разбирать не буду код выложу кто хочет тот может посмотреть на этом закончу see you next time выражать не выражать это вы что выражать что выражать выражать по